всем привет бендер 281 давайте отойдем пока от армии мэн и вот такого персонажа я сделал по игре это форте вторая часть и вот хотелось бы теперь на его примере полностью рассматривать анимацию вот сделал ствол приблизительно как в игрушке набросал нюансы потом по модели я расскажу в отдельном ролике что не так как лучше делать где какие недочеты ну в принципе вот такой вот персонаж кости вставлены по прошлым роликам ствол привязан кости тоже по прошлым роликам ничего тут такого нового но хотелось бы теперь вот этот ствол вставить ему в руку это будет первый ролик а потом буду дальше уже делать прыжки какие-то гульбиты и так далее ну давайте рассматривать итак давайте теперь вот в эту руку вложим вот этот ствол так выбираем косточки shift левая кнопка мыши вот так вот и ствол выбираем и персонажа заходим теперь в пост мод можно цветность пока на отключу выбираем вот эту косточку жмем g смотрим как все работает ну вот в принципе все мягенько все нормально так английская перекручиваю теперь нужно кисть вот так вот перекрутить и попробовать этот ствол выбрать и подставить g вот сюда вот так так кисть еще можно немножко перекрутить ствол g немножко подставить так эту тоже можно g увести r немножко перекрутить и нужно вот теперь вот эти пальцы попасть вот сюда вот так поближе тебе вставить поближе тебе вставить загибаем вот этот палец выбираем вот эту косточку подгибаем и вот эту тоже подгибаем вы видите что она задирается к верху нужно их немножко корректировать поправлять так выбираем g вставляем палец где курок немного руку вперед еще подтягиваем и немножко еще наверное побольше нужно его вот так вот погнуть смотрим с этой стороны чтобы все нормально выходило выбираем косточку пока вот так вот g ствол немножко можно наверное подкрутить чтобы он в руку лег вот таким вот образом потом еще пальцы будем подправлять так что здесь не так вот эту косточку пальца выбираем жмем уводим вот сюда эту теперь уводим вот так ну а эту нажимаем где-то вот в таком духе можно еще поперекрутить немножко их так ну и нужно теперь вот эти косточки поджать именно вот сюда давайте посмотрим как это все будет выглядеть выбираем вот эту кость вот эту вот эту и попробуем r вот так вот так теперь вот эти косточки тоже наверное немножко подсогнем вот таким образом вот таким образом все таки на раскрашенный будет видней так где-то вот в таком духе теперь каждый палец нужно вот так вот подзагнуть отрегулировать чтобы он именно виден был вот здесь и как-нибудь его вот так вот вниз вот что-то уже получается теперь загибаем вот этот палец вот эту косточку и вот эту косточку нужно теперь поближе поплотнее так смотрим что да как далеко от идеала вот эту косточку вот эту косточку нужно теперь сюда а эту чуть-чуть вот так вот и смотрим периодически чтобы все это нормально стыковалось вот этот палец теперь нужно увести вбок где-то вот сюда а этот немножко подкрутить вот так смотрим ну вот уже вроде как-то так чуть-чуть сюда чуть-чуть к верху вот так будет лучше теперь загибаем вот этот палец и вот эту часть на чуть-чуть поднять смотрим что да как так видите вот получилось вот вот этот чуть-чуть вот таким вот образом поджимаем подгоняем он мизинец в принципе должен как-то расслабленно быть не до конца он держит ствол так вот такая штукенция так что происходит с пальцами вот здесь идет искривление вот этот палец сюда эту косточку вот сюда смотрим опять ну вроде уже получше ну вот такая штука теперь посмотрим вот эту часть вот эти вот косточки так эту косточку g немножко отведем это тоже g и эту тоже вот как-то так можно немножко перекрутить смотрим вот теперь как-то лучше и так вот пальцы держат уже все ствол в руке давайте теперь посмотрим как он сам себя ведет выбираем вот эту косточку руки выбираем косточку ствола жмем g и вот косяк в чем вы видите как гнется плечо давайте все это дело исправим ctrl z косяка я значит упорол в edit mode вот эти косточки включится не привязаны ну да выбираем две косточки и выбираем ну вот эту грудную кость жмем ctrl и и жмем keep offset так теперь возвращаемся в post mode смотрим как теперь она себя будет вести g все заработало плечо все нормально все тянется все хорошо так что еще ну давайте в какую позу его поставим так r g r еще немножко g и перекрутим ствол смотрим какую сторону так вот в эту ну и так g выведем вперед и на вытянутую руку и вверху так поднимем так следом вот эту руку g опустим r немножко подкрутим ну и давайте попробуем ее в кулак сжать сначала выбираем эту косточку выбираем через shift зажатой левая кнопка мыши вот это вот эту и вот эту ставим где-то вот такое положение ну и r подсогнем смотрим вы видите что пальцы в разные стороны уходят переворачиваем теперь вот в такой вид жмем r или попробуем так вот так вот это тоже можно r вот эти кости подправляем и вот эту косточку тоже вот сюда так ну вроде пальцы теперь ровно что еще вот эти кости выберем вот это вот это вот это вот это вот это вот опять же вот такую позу жмем r подгибаем их так смотрим что да как ну пальцы поджаты теперь нужно их еще ближе подтянуть через shift выбираем теперь вот эти кости опять ставим такую положение поджимаем выбираем вот эти косточки и попробуем r вот так их поджать смотрим что получилось в принципе для кулака еще нужно сильнее сжимать чтобы пальцы на вот эти кости посмотрим поджимаем жмем r подтягиваем вот так вот подправляем кости которые ушли в бок пальцы вот так вот вот этим можно еще посильнее поджать поджимать смотрим как все это дело выглядит теперь ну принципе принципе нормально ну вот эти пальцы вот эти должны быть именно вот сюда вот так вот так вот так смотрим мы уже хоть что-то такое похожее так вот мизинец искривлен давать его тоже немножко так вот так вот так и вот и тут сюда подтянем так вот это тоже подправить мы это тоже так короче всех на поправить и посмотрим с этим пальцем теперь вот палец так этот так ну и вот эту косточку немножко и вот так смотрим на этот замыкаем ну вот маломальский кулак все работает все прикольно так теперь что у нас тут есть подставим немножко его в позу так это вот он присел джинь отведем ногу сюда и эту отведем сюда эту руку перекрутим и g в локте чуть огнем вот так туловище немножко перекрутим так это вот сюда и немножко вот в эту сторону вот так вот ну и голову немного перекрутим вот так и немного наклоним смотрим что получилось ну в принципе ничего так нормально только вот вот этот приклад нужно чтобы он с рукой соответствовал выбираем косточку руки выбираем ствол g и вот так его немножко и на вытянутую руку там нормально поставить вот эту ногу можно назад еще одну оттянуть а эту можно вперед так эту косточку тоже немножко r немножко тоже r ну вот в нормальную позу стал персонаж рик рабочий все нормально работает теперь можно с ним делать нормальную анимацию вот так единственно что лицевую хотел я еще сделать глаза отдельно рот зубы как с пандой ну думаю не буду заморачиваться буду пока движение рассматривать и вам показывать так что тут не так вот еще косточку эту перекрутить надо g и так как-то его r в кулаке поставить его ну и чтобы это на ствол вот этот ствол чтобы как бы в экран смотрел давайте так его раз и и немножко смотрим что получается ну все нормально получилось вот такой вот новый персонаж тест прошел если кому-то нужен вот этот персонаж с этими костями с ригом я его могу вам выслать экспериментируйте смотрите что-нибудь добавляйте ему словом все модели которые есть на канале я отдаю бесплатно впричем забирайте экспериментируйте уже армия мэн готова вся с костями вот еще один персонаж с костями там танки машины все это кому нужно пишите вышлю все всем пока до свидания до свидания было т